Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф, в удивительный мир технологий из прошлого, которые опередили свое время и остаются актуальными даже сегодня. В этом видео мы пройдемся по ступеням истории и покажем вам удивительные изобретения и разработки, которые были созданы сотни и даже тысячи лет назад. Римский бетон, греческий огонь, первые в мире солнечные батареи, торговые автоматы и электромобили до сих пор вызывают восхищение и удивление своей передовой функциональностью. Приготовьтесь узнать о технологиях, которые стали настоящими пионерами своего времени и оставили след в истории развития науки и техники. Готовы отправиться в захватывающее путешествие через время и пространство? Тогда давайте начнем. Греческий огонь, пламя, которое не гаснет. В 674 году арабский флот взял в осаду Константинополь. Когда греки начали отбиваться с помощью огня, то поначалу мусульмане даже не моргнули глазом, огонь в то время часто использовался в морском бою, и его можно было легко потушить с помощью ткани или воды. Но этот огонь никак не удавалось потушить, загоралась даже вода. Катапультами греки метали в арабов сосуды с невиданной на то время смесью. Жидкость при соприкосновении с воздухом вспыхивала, и вражеские корабли сгорали дотла один за другим. Так появился термин «греческий огонь». Тайна изготовления греческого огня строго охранялась византийскими императорами. Рецепт до наших дней не сохранился. Но историки предполагают, что он мог включать нефть, различные смолы и растительные масла. Но чрезвычайно смертоносным греческий огонь делал не химический состав, а конструкция насоса давления, который византийцы использовали для огнеметания в направлении врагов. И несмотря на то, что в наши дни появилось много видов нового оружия, воссоздать точно такое устройство все еще никто не может. Хуафэнг Дидонг Юай. Первый в мире сейсмоскоп. Первый в мире сейсмоскоп создал гениальный китайский астроном, математик и инженер по имени Джен Хэн в далеком 132 году. Да, почти 2000 лет назад китайцы уже поражали мир своими инновационными технологиями. В этом устройстве впечатляет как механическая, так и эстетическая сторона. Механизм состоит из большого декорированного медного горшка. Горшок оснащен восьмью трубчатыми выступами в форме голов дракона. Под каждой головой помещена медная лягушка с большой разинутой пастью. Исследователи предполагают, что вибрации приводили к колебаниям маятника внутри горшка. Затем маленький шарик вылетал через голову дракона в рот соответствующей лягушки. Указывая направление движения землетрясения. Флюгер землетрясения Джана Хэна первоначально восприняли со скептицизмом. Поскольку в столице никто не ощущал никаких сотрясений. Но в 138 году устройство впервые сработало. Вскоре прибыл человек, который сообщил о серьезном землетрясении, произошедшем в сотнях километров. В том направлении, которое указал сейсмоскоп. Римский бетон. Цемент, который не трескается. Прочность древнеримского бетона давно не давала покоя исследователям. Дело в том, что с годами этот материал только крепнет. Даже под действием воды. В то время как современный цементный раствор имеет свойство трескаться и разрушаться. В чем же секрет римского бетона? Как римляне строили очень массивные, довольно безопасные для окружающей среды и долговечные сооружения? На протяжении многих лет считалось, что римский бетон был крепким из-за вулканического пепла – пуцелана. Однако ученые из Массачусетского технологического института, Гарвардского университета и лаборатории в Италии узнали, что древние римляне добавляли в бетон известь. Но предварительно она была подвергнута воздействию высоких температур и смешана с водой и пуцеланом. Переход на римский бетон в строительстве городских построек позволил создать такие архитектурные проекты, как, например, Пантеон. Это самый старый и самый большой в мире неармированный купол, который был возведен во втором столетии нашей эры. Антикитерский механизм – космические часы до Коперника. Это древнее механическое аналоговое вычислительное устройство, предназначенное для расчета положения небесных тел. Возраст антикитерского механизма превышает 2000 лет. Устройство во фрагментированном состоянии было обнаружено 4 апреля 1900 года внутри древнего судна, затонувшего недалеко от греческого острова Антикитера. Чудное приспособление было в настолько плохом состоянии, что на суше под воздействием воздуха оно почти сразу развалилось на несколько кусков, благо, что его не выбросили. Но, заметив шестеренки, ученые поняли, что перед ними ценная находка. Подробное описание устройства было опубликовано в журнале Scientific American только в 1959 году. Механизм содержал не менее 30 бронзовых шестерней в прямоугольном деревянном корпусе, на бронзовых передней и задней панелях которого были размещены циферблаты со стрелками. С его помощью можно было рассчитать движение небесных тел и узнать дату 42 астрономических событий. Контактные линзы – первые прототипы. Контактные линзы получили широкое распространение несколько десятилетий назад, но их история охватывает более полутысячи лет. Понятно, что это являлось лишь древним подобием современных линз, тем не менее это был прорыв. Так, в далеком 1508 году в своих трудах Леонардо да Винчи запечатлел принцип, по которому свет преломляется. Он представил оптическую конструкцию, которая имела возможность корректировать направление распространения солнечных лучей. Прообраз контактных линз был сделан в виде выпуклой и заполненной водой ванночки, которую нужно было носить перед лицом для улучшения четкости изображения. Почти 150 лет спустя французский математик и философ Рене Декарт предложил использовать в качестве линзы трубочку с водой, на конце которой было закреплено увеличительное стекло. А в 1887 году немецкому офтальмологу Адольфу Хику удалось создать линзы, максимально похожие на современные. Но людям не были известны материалы, не раздражающие органы зрения, поэтому после нескольких часов ношения у человека начинали сильно болеть глаза. Солнечные батареи – первые альтернативные источники энергии Еще несколько веков назад люди поняли, что в воздухе буквально витает энергия, но до XIX века использовать ее было технически невозможно. Впервые в 1839 году Антуан Сезар Беккель представил созданную им химическую батарею, которая под воздействием Солнца вырабатывала электричество. Первая солнечная батарея имела коэффициент полезного действия всего 1%. То есть только 1% солнечного света был преобразован в электричество. В 1873 году Уиллоу Би Смит обнаружил чувствительность селена к свету, а в 1877 Адамс и Дэй отметили, что селен под воздействием света вырабатывает электрический ток. Чарльз Фритц в 1883 году использовал покрытый золотом селен для производства первого солнечного элемента, который также имел эффективность 1%. Тем не менее, Фритц считал свои солнечные элементы революционными. Да, технология была перспективной, но она явно появилась в неподходящее время. Поэтому, чтобы повысить КПД панелей до нынешних 13% потребовалось целое столетие. Торговые автоматы. Автоматизация в продажах. Торговыми автоматами никого сегодня не удивишь. Но мало кто знает, когда они впервые появились и как выглядели. Первые современные торговые аппараты с монетоприемниками стояли в Лондоне в начале 1880-х годов. Они служили для продажи открыток с видами британской столицы. Первый автомат по продаже в США был введен в эксплуатацию в 1888 году. Они продавали жевательную каучуковую резинку на железнодорожных платформах. С тех пор автоматы постепенно улучшались и стали повсеместными. Но знаете ли вы, что первые попытки автоматизировать торговлю появились еще во времена Древнего Египта и Римской империи? Если верить историческим данным, то создателем первого торгового автомата является греческий механик Герон. Он сделал автомат для продажи святой воды в храме. Автомат имел интуитивно понятное применение. Закинул монетку, и с крана потекла вода. Монета приземлялась на весы, склоняя одну чашу и тем самым поднимая другую, которая открывала клапан для воды. Пока монетка соскальзывала со своей чаши весов, человек получал порцию воды. Радио в автомобилях. Столетие экспериментов. Первые автомобили, которые появились в начале 20 века, умели только ездить. А кто первый установил радио в машину? И когда это случилось? Не знаете? Сейчас расскажу. Пионером в области радиовещания стал Альфред Греб. В 1919 году он изобрел вполне эффективную установку, которая уверенно работала в радиусе 250 километров. До этого также были попытки установить в авто приемники. Но работали они только на стоянках. В 1930 году американец Пол Галвин решил показать, насколько сильно музыка украшает езду. Он проехал 1300 километров от Чикаго до Атлантик-Сити со включенным на полную громкость радио, которое создал собственноручно. Устройство было большим и занимало много места в автомобиле. Несмотря на это, американцам новинка понравилась. Но страховые компании стали пугать автовладельцев, что прослушивание музыки за рулем увеличит количество аварий. Споры вокруг радио в машине не утихали до конца 40-х. Затем американцы массово стали жить за городом. Ежедневные долгие поездки стали неизбежны, а с радио их совершать гораздо веселее. Пастеризованное молоко – одно из лучших изобретений 19 века. Борьба за сохранение полезных свойств молока на научной основе начались чуть более сотни лет назад. В 1865 году французский микробиолог Луи Пастер изобрел процесс, названный в честь него – пастеризацией. Пастеризация – это термическая обработка молока, которая уничтожает в нем микробов и увеличивает срок хранения. Но самое интересное, что Пастер в первую очередь старался не ради молока, а ради вина. Работая над проблемой прокисания вина, ученый понял, что температурное воздействие уничтожает дрожжи и препятствует брожению. Следом за вином стали пастеризовать пиво, а затем и молоко. Открытие, позволившее спасти сотни тысяч жизней каждый год, не сразу было принято обществом и врачами. Считалось, что пастеризованное молоко теряет вкус. Доктора писали научные статьи про то, что от такого продукта нет никакой пользы, что дети от него болеют, становятся вялыми и худощавыми. Понадобился не один десяток лет, чтобы пастеризованное молоко получило признание лучшей альтернативы сырому и кипяченому продукту. Электромобили General Motors и V1. Молниеносное появление и уход. В январе 1990 года на автосалоне в Лос-Анджелесе компания General Motors показала концепт-кар «Импакт». Это был полностью электрический двухместный автомобиль, разработанный с нуля как электрокар. Он не использовал существующие ранее платформы моделей с двигателем внутреннего сгорания. Электромобиль компании General Motors выпускался с 1996 года. Он был доступен только в Калифорнии и Аризоне и только на условиях лизинга. Казалось бы, вот он прорыв в автомобильной индустрии, но в 2002 году вся программа по производству электромобилей была заморожена до наших дней. Одна из причин неудачи EV1 заключается в том, что автомобиль разрабатывался с расчетом на жесткие ограничения по уровню выбросов выхлопных газов в Калифорнии. Но ограничения отменили и модель EV1 оказалась почти никому не нужна. К тому же высокие затраты на производство электромобилей в то время не оправдали себя. Вот что значит появиться не в то время. На этом у нас все, друзья. Надеемся, что мы смогли вас убедить, что не все, существовавшее за 2000 или за 200 лет до нас, было примитивным или непрактичным. Делитесь с нами в комментариях, история какой технологии из прошлого впечатлила вас больше всего.